Как не ошибиться в выборе будущей профессии? Каким делом заняться в жизни, да так, чтобы и удовлетворение приносило, и финансовую стабильность обеспечивало? Вот вопросы, которые волнуют сейчас этих ребят. Основная цель уроков по профориентации, проводимых Мособлэнерго – помочь ребятам определиться с выбором жизненного пути, показать перспективы и привлекательность работы в энергетике. Мы хотим показать ребятам, что такое вообще энергетика, привлекательность в профессии энергетика, показать какие-то опыты, физические процессы, которые происходят у нас в сети, какие-то вопросы электробезопасности и энергоэффективности мы сегодня с ребятами за час планируем обсудить. По словам Александра Балахонцева, энергетическая отрасль на сегодняшний день испытывает острый кадровый голод. Систематическая работа со школьниками и проведение интерактивных уроков уже дают результаты. Интерес учащихся к данной профессиональной области растет из года в год. Политика компании, чтобы к нам приходили работники, которые мотивированные, умные, разумные. И мы уже приняли решение, что эту работу нужно начинать как можно раньше, со школьной скамьи. Значимость подобных акций отмечают и сами школьники. По словам ребят, это отличная возможность из первых уст узнать о специфике работы в различных областях, задать все волнующие вопросы о карьерных перспективах. Сейчас проблема. Многие люди не могут определиться. В 11 классе это очень сложно сделать со своей будущей профессией, на всю жизнь, с чем себя связывать. Поэтому мне кажется, что это хороший опыт. Есть очень много детей, которые не могут выбрать свою профессию и им надо помочь, навести их на то, чтобы они сами смогли выбрать. В Одинцовском районе вопросам профориентации молодежи уделяют пристальное внимание. Подобные уроки – существенная помощь ребятам на пути к профессии и мечты. Екатерина Яровая, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.